Учащиеся старших классов городских школ, студенты среднеспециальных учебных заведений стали участниками мероприятия, проведенного в Большом зале Городского дома культуры, Координационным советом по военно-патриотическому воспитанию и антинаркотической комиссии. Ребята посмотрели фильм о героизме молодых жителей Кубани, которые внесли свой посильный вклад в победу над врагом. Здравствуйте мне от имени поручения главы района Героя Трудокубани Александра Александровича Садчикова. Поприветствую всех вас в этом зале и наших гостей из города Майкопа, которые приехали нам с такой приятной акцией. Сегодня мы просмотрели только что фильм, фильм о наших земляках, о практически ваших ровесниках, которые 70 лет назад зарещали, как могли, свою станицу от немецко-фашистских захватчиков. И это не случайно, потому что именно сегодня, 23 января, открывается краевой ежегодный месячник военно-патриотической оборонно-массовой работы. Игорь Юренко подчеркнул, что настоящий патриот должен быть прежде всего здоров, а здоровье и вредные привычки – вещи несовместимые. Поэтому молодежи нужно как можно чаще напоминать, что жизнь интересна и без смертоносного допинга. На мероприятии присутствовала Ангелина Кучмасова, сотрудника отдела наркоконтроля. Она еще раз призвала лобинскую молодежь к ведению здорового, активного образа жизни. Ангелина Кучмасова, сотрудник отдела наркоконтроля. Желать вам еще раз здоровья, успехов и всего самого наилучшего. В завершении артисты из Майкопа показали юным лобинским зрителям спектакль. Я активный и пушистый, я спортивный и могучий. Ты колючий и... Заяц, еж, волк, лиса и другие персонажи в понятной форме языком театра объяснили молодежи, что побеждает тот, кто не связал свою жизнь с сигаретами, алкоголем или наркотиками.